Время экономических новостей. Что нового на финансовых рынках? Спросим у Алексея Коваленко. Здравствуй, Леша. Добрый вечер, Инна. Доллар вновь падает, а россияне стали больше отдыхать дома. Рубль укрепляется к основным валютам третью сессию подряд, продолжая отыгрывать повышение мировых цен на нефть. Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов завтра на торгах московской биржи упал на 2 рубля 32 копейки, до 65 рублей 44 копеек. Средневзвешенный курс евро также снизился на 1 рубль 87 копеек по сравнению с уровнем сформировавшимся в ходе предыдущих торгов и составил 75 рублей 15 копеек. Экономический спад может остановить рост цен. По крайней мере, так видят ситуацию в Центробанке России. В мартовском прогнозе ЦБ может снизить оценки инфляции 2015 года, так как именно стабилизация инфляционных ожиданий в январе повлияла на снижение ЦБ ключевой ставки на 2% пунктов. Глава ЦБ Эльвира Набиулина дала понять, Банк России рассматривает будущий экономический спад как основной и крайне действенный фактор в борьбе с инфляцией во втором полугодии. На 30% выросли турпоездки россиян по стране в 2014 году. Об этом заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов. В 2014 году по России путешествовали около 42 миллионов туристов, тогда как годом ранее таких было 32 миллиона. В значительном росте внутреннего турпотока сыграли роль в том числе Сочинская Олимпиада и воссоединение Крыма с Россией. При этом выездной поток снизился на треть, а спрос на зарубежные поездки упал на 30-50%. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, деньги маленькие, а большие дела делают. Это был Алексей Коваленко. Со своим экономическим обзором мы продолжаем.